Доброе утро, зрители StopGame.ru! Ну что, насладились вчера технической презентацией PlayStation 5? Если нет, кратко информирую, что никаких сюрпризов не случилось. Марк Серни почти час рассказывал четырем человекам в зале, почему SSD это классно, и как Sony теперь пытается пофиксить звук, запоротый на PlayStation 4. В общем, сугубо технические нюансы, интересные лишь большим любителям таблиц и презентаций в Powerpoint. Игр или демонстрации самого устройства не было. А вот спецификации и кое-какие нюансы архитектуры ждут вас по ссылке в описании. PlayStation 5, если что, по-прежнему намерена выйти в конце этого года, как и Xbox Series X. Коронавирус пока что не повлиял на сроки пришествия нового поколения. Либо создатели до сих пор переживают стадию отрицания. Напомню, что техническая презентация PS5 изначально планировалась для GDC, которая была отменена. Как вы можете догадаться, ни одна Sony готовилась к этому событию. Многие разработчики сделали демо-версии своих видеоигр. Компания Valve и организатор The Game Awards Джефф Килли подумали, чего добру пропадать, и, собрав 40 демок, запустили в Steam весенний фестиваль, в рамках которого вы и можете ознакомиться с этими самыми пробниками. Доступны они будут до 23 марта. Список игр, которые вы можете отыскать в заметке на нашем сайте, мягко говоря, не цепляет особо громкими названиями, но вполне возможно вы найдете что-то любопытное. И еще одна небольшая жизнеутверждающая история. Из-за коронавируса был отменен матч испанских футбольных клубов Real Betis и Sevilla. Так футболисты этих команд, а именно Борхо Иглесиас и Серхио Ригеллон, решили перенести данное событие в онлайн и провели матч FIFA 20, пригласив комментаторов и запустив стрим. Свыше 60 тысяч зрителей наблюдали, как Иглесиас вырывает победу у Ригеллона со счетом 6-5. Короче, не теряйте присутствие духа, следите за собой, будьте осторожны. Приятно, конечно, что партнеры с TopGame.ru в курсе наших локальных мемов. Судя по всему, спонсор сегодняшнего выпуска, компания Logitech, знает про мои сложные отношения с клавиатурами. Еб***ь, это б***ь. Поэтому решил познакомить меня с девайсом G513, выполненным из алюминиевого сплава авиационного класса. Несмотря на приличный запас прочности, клавиатура обладает легкой конструкцией и выглядит предельно лаконично. RGB-подсветка, куда ж без нее, настраивается в приложении G-Hub, там же ее можно синхронизировать с другими устройствами Logitech. Свечи у моего экземпляра GX Brown с ощутимым тактильным откликом, но есть и альтернатива в виде GX Red, работающих мягко и плавно. Первый раз встречаю все эти термины. Могу только сказать, что нажимается все хорошо. Приятный бонус – подставка для запястья из искусственной кожи. Если вам такая не нужна, то знайте, что в продаже есть более дешевый вариант – модель G512 без подставки. Заинтересовались? Переходите по ссылке из описания. Конвертируйте свой интерес. Blizzard тизерила, тизерила да вытизерила нового героя для Overwatch. Точнее, героиню. Ей оказалась синеликая эхо, которая в далеком 2018 году фигурировала в ролике «Встреча старых друзей» с Макри и Эш. Что умеет новенькая, являющаяся роботом с быстро адаптирующимся искусственным интеллектом, достоверно неизвестно. Подробностей не поступало. Пока опубликовано только анимационное сюжетное видео. В нем, к слову, можно разглядеть шестого основателя Overwatch – доктора Мину Ляо, которая помогала в разработке омников. По заверениям разработчиков, эхо окажется в игре в самом ближайшем будущем. Возможно, это случится даже раньше, чем GTA 4 обзаведется крупным апдейтом Infection, призванным добавить в игру такое необходимое ей разнообразие. Обещаны новые враги, новые задачи, новые виды оружия и новая зона, включающая 10 свежих карт. Как изменится геймплей с учетом всего этого, вы примерно можете прикинуть, посмотрев прохождение одного из грядущих уровней. Ссылка прикладывается. Запуск Infection запланирован на 31 марта. Компания Night Dive Studios, специализирующаяся на переиздании старых игр в подтянутом виде, добавляет в свое портфолио еще один проект – Shadow Man с Nintendo 64. Ремастер похвастается 4К-разрешением, обновленными тенями, освещением, сглаживанием и прочими графическими модернизациями. Плюс, вроде как, в новую версию, которую Night Dive опять собирает на собственном движке, войдет контент, вырезанный из оригинальной игры. Релиз назначен на 2020 год для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Вот и все на этот час. Не забудьте заглянуть на stopgame.ru, почерпнуть свежих публикаций. Это видеообзор Ori and the Will of the Wisps и превью Sky Hill Black Mist, написанное после знакомства с пресс-версией. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok